Неделя спорта И сегодня расскажем вам о плеяде титулованных бойцов, а также выпуски. Тарате – медали всероссийских и международных соревнований в нашей копилке. Армейский рукопашный бой – напряженные схватки молодых спортсменов. Греко-римская борьба – возвращение соревнований в село Корсаковку. Плавание – старт соревновательного сезона у приморских пловцов прошел в Уссурийске. Всероссийский день самбо отметили наши борцы. В Уссурийске есть корифей этого единоборства, который воспитал пару десятков тренеров. И сегодня они продолжают растить молодежь. Новое поколение уже вышло на помощь своим наставникам. Чем живет самбо сегодня? Расскажем далее. Будучи мальчишкой, Борис Мартынов стал учить детей правилам самбо. Сначала как помощник тренера, а потом предпочел любимое единоборство основной работе. Так увлечение переросло в профессию. И сегодня 17 его воспитанников продолжают тренировать. Уссурийская школа самбо сильна во многом благодаря Мартынову. В эту профессию ведут и за деньги они, понимаете, а и вот их ради любви детям и к своему виду. Я смог вот этим своим детям явить эту любовь. Создать школу, я не побоюсь этого громкого слова, школу самбо. Потому что школа – это не стены, не крыши, это кадры. Так говорил Владимир Владимирович Ленин. И кадры решают все. Продолжатели начинания Бориса Мартынова – плеяда талантливых тренеров. Сначала успешные мастера спорта, теперь наставники для молодого поколения. Кристина Сташкевич начала тренировать сразу после рождения первенца. И за это время успела вырастить победителей и призеров всероссийских и мировых состязаний. Но главное даже не в этом. Кристина смогла привить любовь к самбо целым семьям. Уссурийский я тренирую 12 лет. Как раз вот Веронике 12 лет. И за эти 12 уже достаточное количество династий. И уже, допустим, есть династии, которые взрослый, старший брат или сестра уехали в другом городе учиться. И уже средние тренируются, и даже младшие уходят в маленькую группу. Одна из сильнейших в Уссурийский самбисток Екатерина Циберт, выпускница ДЮС США, неоднократно становилась победительницей первенства мира. Сегодня Катя учится и живет в другом регионе, но по ее стопам идет младшая сестра София. А вот сестры Моревы одновременно постигают русский вид единоборства. После достижений старшей на тренировке внезапно решила ходить и младшая. Из-за того, что я очень долго ходила на самбо, она сначала не хотела, но потом тоже захотела стать такой же, как я, самбисткой, и мама отдала ее с папой сюда. Я не хотела, потому что мне было лень туда идти, у меня была школа, но потом моя сестра уехала на соревнования и приехала с какими-то шариками, с наградой, и поэтому я захотела тоже пойти на самбо. Своих младших старшие братья и сестры очень поддерживают, поэтому берут с собой в зал, даже пока действует медотвод от физических нагрузок, чтобы не расслаблялись духом. Тоже пусть стремится выиграть. Я недавно поехала на самбо и заняла первое место. А вот братья Родомские с небольшой разницей в возрасте, поэтому в свободное время успевают отрабатывать приемы и дома, но уверяют, что дружат, борются по спортивному. Я пришел в четыре года, мне спросили родители, хочешь ли ты идти на самбо, ну и я согласился. Боремся. Иногда вечером, когда мама с папой уходят, мы боремся, когда нам скучно. Детско-юношеская спортивная школа уже не один десяток лет считается кузницей самбистов. При этом престиж у ссурийской команды остается столько же непоколебим. Воспитанники наших тренеров, главные претенденты на медали всероссийских состязаний, выступают не только по самбо, но и близкому виду единоборства – дзюдо. Уровень у спортсменов у наших, конечно, очень высокий. Мы создаем большую конкуренцию, как и в те времена, когда и тренировал наш тренер. Уссурийская всегда боялись. Говорили, команда Уссурийская, вот приехала самая сильная команда, вот их и надо опасаться. В принципе, так же и сейчас. И нынешние тренеры школы уже подготовили себе смену. Сегодня несколько молодых специалистов, которые еще вчера были учениками ДЮС США, выбрали для себя работу с детьми. И первые группы малышей под их руководством начали заниматься в этом учебном году. Новое поколение теперь готовит борцов к высоким достижениям, чтобы имена уссурийских самбистов продолжали звучать на состязаниях разного уровня. Каратисты вернулись с медалями всероссийских соревнований. В Тольятти прошли массовые состязания «Кубок дружбы». И нашим землякам удалось блеснуть на пьедестале. 1700 спортсменов, 36 регионов России. «Кубок дружбы» по карате получился масштабным. При море на состязаниях представили 9 воспитанников спортивной школы и Федерации карате Уссурийска. В возрастной группе 12-13 лет Артем Ченцов завоевал бронзу по итогу пяти поединков. А вот в возрастной группе 8-9 лет весовой категории свыше 35 килограммов в финале встретились два уссурийца – Роман Цибульский и Александр Гапоненко. Зрелищный бой перспективных спортсменов. Победу одержал Рома, алис Саша с серебром. Дети также соперничали в командном комитете среди спортсменов возраста 8-9 лет. 20 команд претендовали на медали. Уссурийцы стали бронзовыми призерами благодаря Роману Цибульскому, Александру и Сергею Гапоненко. А уже через несколько дней каратисты выступили на международных стартах. Петербургская осень. 2000 соперников. 6 стран. 54 региона России. Высокая конкуренция, но и тут уссурийцы не спасовали и заняли места на пьедестале. Команду «Приморья» составили 30 спортсменов. Больше половины из них – представители спортивной школы и федерации каратэ уссурийска. В младшей возрастной группе 8-9 лет отличились братья Гапоненко. Александр завоевал золото, а Сергей – бронзу. Путь к успеху был непрост. Пять поединков. Мальчишки показали бойцовский характер. В следующей возрастной группе 10-11 лет запомнили уссурица Матвея Баранчука. Каратист занял высшую ступень пьедестала. В новой для себя весовой категории в возрасте 12-13 лет выступил Артем Ченцов. Наш земляк провел пять поединков, где одержал уверенные победы. У молодого спортсмена уже есть стратегия ведения боя. Такой подход помог парню завоевать золотую медаль. Помимо личных наград уссурийские каратисты привезли и командную в ката. Серебро заработала тройка Артем Маричев, Илья Федоренко и Анатолий Горешин. Продолжим новости единоборств. Спортсмены армейского рукопашного боя отстаивали честь города на домашних соревнованиях. Соперники из разных населенных пунктов Приморья составили конкуренцию хозяева. А еще за медали бились представители КУДО. Сколько наград осталось в Уссурийске? Расскажем далее. 237 спортсменов стали участниками поединков по правилам армейского рукопашного боя. Схватки прошли на уссурийском ковре. Наши бойцы приняли соперников со всего края. Помимо рукопашников в поединках участвовали представители Федерации КУДО. Очень, да, хорошие ребята в КУДО, потому что это два близких вида спорта. Где-то у них чего-то меньше, где-то у нас чего-то меньше. Ну а так с КУДО работать только приятно. Параллельно на двух коврах проходили схватки бойцов. Дети до 11 лет соперничали в рамках фестиваля, оттачивая технику ведения боя. И долгожданную золотую медаль спустя 4 года занятий завоевал Дмитрий Клешня. До этого у парня было лишь серебро. Это было очень долго, и наконец-то за секунду до конца боя получилось у меня сделать болевой. Представители младшего возраста в армейском рукопашном бою соблюдают минимум ограничений. Технику прикладного вида спорта надо оттачивать сразу, считают тренеры. Такой подход позволит в будущем избежать травм и подготовиться к разным приемам. А главное, так отрабатывается дисциплина и уважение к сопернику во время соревнований. Боя для меня был легкий. Я сделал два нокдауна и победил. Константин Шелепов 8 лет занимается армейским рукопашным боем. Спортсмен в красной амуниции признался, что поединок с кудаистом оказался непростым. Непривычный соперник заставил Костю сменить тактику ведения боя. Все победы в основном решили бросковая техника, ударная и добивание. В общекомандном зачете злота завоевали местные кудаисты. Серебро у хозяев соревнований Федерации армейского рукопашного боя у Суриска. В Рунзу увезли соперники из Михайловки. Теперь бойцы встретятся в январе. У нас в городе пройдет памятный турнир имени Евгения Строкача, который погиб в Чечне 22 года назад. Первенство по греко-римской борьбе прошло в селе Корсаковке. Участвовали спортсмены нашего округа. Гости из Михайловки, Липовцев и Сибирцева. Примечательно, что встречались мальчишки в обновленном зале. Долгожданные соревнования по греко-римской борьбе в Корсаковке. Десяток лет они ежегодно собирали приморских юношей на ковре. Но спортивный зал пришел в негодность. С нетерпением все ждали открытия помещения после ремонта. Я пришла работать в 2000 году. Уже зал был, так скажем, в не очень хорошем состоянии. И только два года назад нам его отремонтировали. Последний капитальный ремонт был в 1999 году. Пару лет состязаний не проводили. Пандемия внесла коррективы. И традицию возобновили в этом учебном году. И даже малышей допустили к состязаниям. В Корсаковке одна из сильнейших команд по греко-римской борьбе. Мальчишки из села сегодня сами тренируют детей. А взрослые выходцы из этого зала показывают высокие результаты и на федеральных соревнованиях. Именно в Корсаковке у нас выходцы есть такие, как Ларьков Константин мастер спорта, Шульга Егор мастер спорта, призеры переноса России. И победители дальневосточных федеральных округов и всероссийских турниров. То есть ребята именно здесь, именно сельские, они намного крепче, физически более развитые, чем городские. В этот раз на ковре 84 участника. Это состязание для молодых борцов. На ковре нет спортсменов старше 12 лет. Но даже у таких юных участников уже есть четкое понимание, как добиться результата. Надо заходить на тренировки, упорно тренироваться и все получится. Скоро борцы встретятся на ковре в находке. 19 и 20 ноября там пройдет дальневосточный турнир по греко-римской борьбе среди младших юношей. Соревновательный сезон открыт для пловцов Приморья. И начало было положено в нашем городе. Фирменные состязания «Усурочка» получились многочисленными. Почти полтысячи участников вышли на старт. «Усурочка» открыла сезон состязаний пловцов Приморья. Турнир обычно проходит в два этапа. В зависимости от возрастных категорий спортсмены выступают осенью и весной. «Разные возрастные категории. Этот этап у нас 2008-2009 год рождения, а также 2010-2011 год рождения. Две возрастные категории». Зачет идет в троеборье. То есть спортсмены должны проплыть 50, 100 и 200 метров избранным способом. «Они обхватывают широкий сегмент молодых перспективных пловцов. Это как раз площадка для отбора сильнейших пловцов в сборную Приморского края. Поэтому такие соревнования необходимы. И на следующий год также по такому же принципу они будут проходить в Уссурийске». Опытные спортсмены на Уссурочке стараются улучшить свое время и повысить планку. Большое число сильных соперников дают шанс выложиться по максимуму на дистанции. «Я хочу выполнить с первого взгляда парка, что мне хватает пары соток. Хочу выполнить здесь». Увеличивают шансы на успех и болельщики. Товарищи по команде и тренеры подбадривают участников сбортиков. А свист помогает повысить темп движения. «Сила, что для тебя болеют, надо быстрее пить». Уссурицы Тимур Конюков и Ксения Денисенко стали бронзовыми призерами в многоборье вольным стилем в старшей возрастной группе. А в младшее золото у Алины Яковлевой и третье место у Ангелины Тюнякиной. Еще одна бронза только брасом у Александра Солодухи. И медаль того же достоинства у Андрея Копыстка в плавании на спине. А Полина Свергун этим же стилем проплыла на серебряную медаль. Золотом блеснули в бутерфляе Иван Кожевников и Виктория Денисенко. Бронза у Владислава Чернышева. Кубок Уссурицка по волейболу стартовал. Сейчас розыгрыш проходит среди женских команд. Партии принимает зал ЖД Института. Девять женских команд вступили в розыгрыш Кубка по волейболу в этом году. Среди участниц есть и молодые составы. Три дружины представляют детско-юношескую спортивную школу. И наравне с опытными волейболистками борются за трофей. Претендентов на медали разделили на подгруппы. Лидеры каждой войдут в финал. Сейчас большая часть партии отыграна. В течение ноября станет ясно, кто войдет в заключительный этап и получит кубок. Мужчины кубок у нас планируется. Сейчас мы заканчиваем женский этап, женские соревнования. Сразу начинаем мужские. Там у нас команд поменьше, поэтому времени на проведение тоже требуется меньше. Не стоит забывать, что танцы – это тоже спорт. И наши представители клуба «Фортуна» уже успели выехать на состязание в Санкт-Петербург. Какие медали привезли танцоры? Расскажем прямо сейчас. Представители танцевального спорта с августа готовились к соревновательному сезону. После активной работы на учебно-тренировочных сборах пары нацелились на покорение новых вершин. И первым в списке был турнир в Санкт-Петербурге «Невская осень», а следом – «Балтийский кубок». Наши пары успели занять четыре первых места, два вторых, и также показать хороший результат в других возрастных категориях. 731 пара вышла на паркет в дни проведения «Невской осени». И среди них наши молодые и опытные дуэты из танцевально-спортивного клуба «Фортуна Дэнс». Золото в латиноамериканской программе здесь взяли Глеб Ясюк и Анастасия Лазарева. Самое сложное – выйти танцевать с более взрослыми парами, которые уже несколько лет танцуют в категории «Взрослые», а мы только танцуем третий год в категории «Молодежь». Тяжело было выделиться среди них, чтобы пройти в следующий тур. Сложно было, что были совершены другие пары разного танцевального уровня, разных возрастов. Среди пар возрастной группы 10-11 лет уссурийцы тоже блеснули медалями. В сокращенном двоеборье, где конкурсанты исполнили шесть танцев, золото завоевали Егор Васюра и София Растальная. Самое интересное было танцевать в Д-классе, потому что там конкуренция более большая была, чем в Е-классе. Сложно было для меня танцевать в открытом классе, ведь ты не знаешь, как танцуют твои соперники, потому что у всех был С-класс, а у нас был Е, но благодаря этой поездке в Питер мы уже набрали очки на Д-класс. Два серебра смогли завоевать их товарищи постарше. Пара достойно выступила и заработала второе место в латиноамериканской и европейской программах. Сложно было в том, что танцевали мы с утра до вечера, три дня подряд танцевали, то есть просыпаться очень рано и танцевать до позднего вечера. Сложность была в масштабе турнира, потому что у нас турниры не такие большие и, конечно же, все это повлияло. Пять танцевальных дней на паркете провели Евгений Чмир и Виктория Витошкина. В первом питерском турнире дуэт стал финалистом, а во втором, под названием Балтийский кубок, спортсмены поднялись на вершину педестала в Двоеборье. Мы показали отличные результаты. Мы с Викой в том числе заняли первое место по программе Двоеборье, которая включает в себя как европейскую программу танцев, так и латиноамериканскую. Также на Балтийском кубке получилось взойти на педестал паре Егора Васюры и Софии Ростальной. Спортсмены получили медали высшей пробы за латиноамериканскую программу и сокращенное Двоеборье, а в европейской взяли серебро. Не стареют духом наши спортсмены. Ветеранский турнир по настольному теннису прошел в Уссуристке. Соревнования собрали приморских игроков старше 40 лет. 38 теннисистов вышли к столам. Здесь участники со всего края. За много лет соперничества спортсмены стали настоящими друзьями. В радушной обстановке проходит каждый ветеранский турнир по настольному теннису. На соревнованиях каждый спортсмен пытается показать именно то, чего он добивается на тренировках, что он отрабатывает. Поэтому, да, действительно, тут уже такой азарт соревновательный у людей возникает. Мы, когда приезжаем в город Уссуристск, мы поддерживаем свой класс и получаем очень большой опыт, потому что здесь собираются очень сильные спортсмены, которые повышают уровень мастерства. Мы также приглашаем и к себе в гости. Ветеранские турниры – события долгожданное. Поколение игроков 40+, встречаются у столов в Уссуристске четыре раза в год. Именно эта категория считается многочисленной в нашем городе. Этого возраста многие ждут, 40 лет, чтобы влиться в эту когорту, чтобы почувствовать себя более уверенно уже в другой возрастной категории. Среди женщин первое место взяла спортсменка из Владивостока. Золото на счету – Елены Гудиной. Пришла в настольный теннис 50 лет, как ушла на пенсию. Уже 20 лет, мне 71 год. Теннис – это хобби должен быть у человека каждого. Прихожу, отдыхаю здесь душой и телом. Серебро у женщин завоевала уссурийская спортсменка Антонина Али. У мужчин сразу две медали оставили дома местные игроки. Награда высшей пробы у Михаила Рослова. Следующую ступень занял Александр Кропивницкий. На сегодня это все новости спорта. Следующий выпуск вы увидите в пятницу в 19.30. Будьте активны. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова